Эта гора в 70 километрах от Тбилиси, наверное, поведала бы много интересного, если бы обладала даром речи. Она бы рассказала о том, как копчаки помогали грузинам, об их храбрости и героических схватках. Именно здесь в 1121 году проходила знаменитая Детгорская битва, связанная с нашествием на грузинскую землю турков-сельджуков и персов. После этого сражения Грузия вновь обрела долгожданную свободу, и для нее начался золотой век в развитии. Историей Грузии считается это самая большая, самая святая, самая чистая такая, такая самая битва, потому что из этой битвы зависело очень много в истории Грузии. Зависело потому, что если бы не Детгорская битва, может быть, и вообще история Грузии была бы вообще на другом, эта самая. Замечательно еще тем, что является символом единства и дружбы между кипчаками и грузинами, между казахами и грузинами, так что мы гордимся этой дружбой. Чтобы сблизить наши страны, чтобы воспитывать молодежь на примере наших великих предков, отстоявших независимость, мы должны предпринять определенные усилия. К примеру, в столицах двух государств установить памятники Артыххану и Давиду Строителю. И не по отдельности, они пременно вместе. Они должны стоять вместе. И еще вы празднуете каждый год. Думаю, на этот праздник надо приглашать потомков кипчаков из Казахстана, французов, осетин, так как они, их предки, также принимали участие в этой битве. Это общий праздник для всех четырех народов. И все должны праздновать вместе.